Добрый вечер, друзья! Гостем нашей студии, один из хороших фотографов города Саратова, Горбачёва Мария. Здравствуйте, Мария! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, для вас фотограф — это профессия или призвание? Ну вот отвечу я лично за себя, что фотограф — это больше призвание, потому что работать с фотографиями — это талантливый должен быть человек, потому что это работа души. И как бы фотография — это один из основных событий для человека, потому что фотограф, он должен, прежде чем создать фотографию, он должен её в мыслях творить. И я считаю, что каждый фотограф, он талантливый, и в себе он и дизайнер, и художник. Он просто должен, как художник, рисовать каждый день, иначе его рука забудет, как это делать. А фотограф, он должен каждый день что-то творить новое, новое, новое. И с этим он познаёт себя, то, что для него это, оказывается, не то, что профессия. Понятное дело, это и доход, и отдых, и как бы он размышляет в себе, фантазирует. Вот я считаю, что это больше как бы призвание, чем как бы основная является профессия. Вот так могу только сказать. Ответьте, пожалуйста, а при каких обстоятельствах вы впервые взяли в руки фотоаппарат? Ой, ну это такая интересная, смешная история. Как бы у подруги моей срывалась свадьба, и получилось так, что как бы предсвадебная была такая суета, какого фотографа мы возьмём. Но в тот момент я не занималась фотоаппаратом, и вообще в руках его практически не держала профессионально, так скажем. Ну как бы обычную мыльницу назовём, либо обычный цифровой фотоаппарат. И тут получилось так, что мы нашли фотографа, это всё показало на нашу портфолио. В общем, ну, день свадьбы. Фотограф опаздывает, там на час, на два, не помню. У невесты, конечно, у моей подруги истерика, как так, свадьба срывается, фотографа нет, что делать, время как бы всё поджимает. И тут я говорю, а у кого есть фотоаппарат? Тут она мне говорит, да, конечно же, есть, пожалуйста, бери. Я фотографировала. И тут хорошо спас наш этот процесс фотограф, приехавший, ну, как бы не вовремя, но успел. И так скажем, он фотографирует дальше. Я отошла в сторону и смотрю фотографии, просматриваю, так просматриваю, и думаю, а неплохо у меня получилось, а почему бы мне не заняться этим дальше? А какой жанр фотографий вы предпочитаете больше и почему? Так, ну, работаю я во всех жанрах, но больше всего предпочитаю это дети и, так скажем, свадьба, люди. Потому что фотографии, которые мы получаем, допустим, это живая эмоция. Человек, допустим, такие же дети, возьмём примерно детей, они не могут сделать эмоцию. Они просто вот бегают сами по себе, а ты ищешь тот момент уловить, чтобы у ребёнка была искренняя эмоция, он радовался. И мы не подбираем там ни свет, ни что-то ребёнок, это ребёнок. Также люди, они показывают живые свои эмоции, они показывают выражение то, которое, допустим, при фотографии может получиться. Вот. Ну, а так скажем, что это просто событие, которое мы снимаем и потом видим на фотографии. И каждый жанр по-своему хорош. Поэтому фотографии — это жизнь, которая останавливается на миг и остаётся просто в памяти на века. Может ли помочь портфолио найти хорошую работу? Ну, безусловно, да. Творческим людям обязательно это помогает. Так же актриса, так же взять фотографа. Пусть это будет портфолио как бы небольшим, но она имеет основной смысл. Допустим, приходишь к работодателю, конечно, вот, допустим, так же я, показываешь своё портфолио, естественно, он отбирает и смотрит по снимкам, что ты можешь ему дать, что он может себе предоставить в работе, да. Как бы это один из плюсов, вот, портфолио является. С какими видами съёмками к вам чаще всего обращаются? Ну, кому какая важна съёмка. Допустим, некоторые чаще всего звонят это вот по детской съёмке, потому что для них важен этап развития ребёнка, его жизни, потому что это, как бы, ребёнок растёт, и вот эти моменты его до года, понимаете, их только можно оставить на фотографии. Потому что ребёнок, какие делятся эмоции в один месяц, допустим, там, в три месяца, совершенно разные. И для каждой мамы это хочется запечатлеть события, потом смотреть и говорить, боже, какой у меня малыш, там, допустим, в три месяца, какой в четыре. Также свадебная съёмка очень тоже, как бы, востребована, и студийная съёмка. Ну что ж, Мария, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. До свидания. До свидания. А я напоминаю, что гость нашей студии был один из хороших фотографов нашего города Горбачева Мария. Всего доброго.